привет друзья вы на канале другие берега меня зовут яна ярошевская и мы продолжаем открывать окошки видео адвент календаря и сегодня поговорим о непременном рождественском атрибуте и этот атрибут гель у любой традиции есть начало а для того чтобы разобраться кто первый нарядил рождественскую елку кто это дерево где-то там установил у себя дома или на площади должны существовать сведения в каких-то письменных или печатных источников горы о том где появилась первая украшенная елка вот реально подтвержденные фактами проходили несколько лет последних и боролись друг с другом таллин и рига дело в том что есть сведения что официально подтвержденная первая наряженная украшенная елка появилась в 1419 году во фрайбурге местные пекари там записали в свою книгу информацию о том что вот они такую елку увидели но есть еще один факт который тоже подтвержден что в 1441 году в таллине установили первую елку на площади и украшали они площадь для того чтобы производить там какие-то очень танцевальные мероприятия но национальное объединение по изучению рождественской елки пальму первенства отдала городу рига именно там в 1510 году братство черноголовых это такое объединение иностранных купцов установила перед ратушей в день зимнего солнцестояния первую елку а дети и жители украшали это все фруктами орехами цветными нитями так рига победила в этом споре и считается официально документально подтвержденной родиной рождественской ели но корни этой традиции определенно уходит именно в германию германские племена поклонялись этому дереву перед елью был дуб но есть легенда когда германцы принимали христианство и отказывались от язычества появился такой святой главный святой себя германцев святой бенефаций который срубил этот священный дуб языческий символ да на что ему задали вопрос а как же мы теперь без вот своего дерева как мы теперь будем что же нам там наряжать украшать и чему поклоняться он сказал о это не беда ничего страшного что у вас нету больше вашего дуба вон тут полно ели берите любую и вот с тех пор ель прижилась и начала свое путешествие по домам рождественским ярмарка я же вам рассказывала что живу в баварском городе кобург это родной город принца альберта того самого принца который был женат принца консорта который был женат на королеве виктории английской королеве знаменитой и он являлся отцом и дедом принцев и принцесс которые потом но можно так сказать захватили всю европу и очень часто во многих источниках которые были посвящены этому принцу я читала о том что вот именно он привез великобританию традицию крошать ель на рождество но это на самом деле не так потому что письменные и другие источники подтверждают то что дерево рождественской великобритании наряжали и до появления там принца альберта но все дело в том что во многих британских домах наряжали не ель наряжали тис тисовое дерево оно тоже хвойное такое вечно зеленое похоже на елку но у него немножко другая структура веток и не знаю может быть она не такое красивое но когда принц альберт и королева виктория поженились принц альберт решил что должен устроить им такое рождество как было у него дома в германии и вот в 1840 году они заказывают несколько елок из его родного города из города в котором я сейчас живу из кобурга и вот потом это была уже ежегодная традиция эту елку из эти елки из кобурга пересылали великобританию и там уже украшали акварели из виндзорского замка 1850 1851 года демонстрирует нам несколько столов украшенных елками с разложенными подарками это уже были нити свои деревья это были уже елки ели и для каждого члена семьи была предназначена отдельная такая вот украшенная ель по немецкой традиции обязательно со свечами обязательно с какими-то такими бумажными украшениями потом постепенно то что переходит в традицию британскую и вот сейчас можно очень часто услышать о том что вот мы сделаем своими руками какие-то елочки украшения в таком викторианском стиле вот этот викторианский стиль украшений он как раз появился там под влиянием тех же самых немцев в начале 18 века немецкое общество задается вопросом о традиции возникновения вот этого рождественского дерева рождественской ели и конечно очень популяризуется тема того что это именно мартин лютер со своей женой первые нарядили такую елку первые показали ее горожанам и потом постепенно постепенно люди увидев это начали перенимать эту традицию украшать свои дома но как мы понимаем что это все легенды на самом деле скорее всего елки украшали уже давно в россии конечно все началось с русского царя революционера петра первого который изменил дату начала нового года объявил что необходимо праздновать и украшать города еловыми ветками деревьями но эта традиция как-то не особо прижилась и начинает набирать обороты вот эта украшенная елка и весь этот праздник семейном кругу очень красивое действо уже с 1817 года только получается что первая половина 19 века и эту традицию привозят тоже из германии жена николая первого александра федоровна готовясь открывать это окошко о рождественской ели я перелопатила те книги которые были в моей домашней библиотеке посмотрела много интернета ну и конечно вы понимаете что никто никогда не скажет откуда пошла эта традиция кто первый ее придумал единственное что мы с вами можем утверждать что все таки все таки все родилось здесь на территории германии и потом постепенно это красивая традиция разъехалась по миру с людьми которые жили когда-то в этой стране этим людям мы обязаны тем что традиция это передается из века в век она живет мы видим эту красоту и чувствуем это волшебство напишите пожалуйста в комментариях украшаете ли вы елку ставится ли дома и какие у вас елки обычно живые или искусственные я последние три с половиной года которые провела здесь в германии больше не использую искусственную елку в россии не была очень хорошая но к сожалению ее никак невозможно было сюда привести поэтому мы обычно на елочных базарах приобретаем деревья и потом украшаем и в этом году у нас даже два на первом этаже будет на втором этаже уже стоит украшенная елка и будет еще на первом этаже доме стоять пишите ставьте лайки подписывайтесь на канал я буду рада все прочитать ответить на какие-то вопросы пока пока до следующего окошка